Привет, друзья! Мы, как обычно, в последний момент узнали, что у нас сегодня-завтра, точнее, что у Вани сегодня-завтра два выходных, поэтому мы можем куда-то поехать. Вот он уже приехал, забрал машину, которую мы арендуем, и мы, как обычно, едем путешествовать на два дня. Очень торопимся, опять же, потому что все в последний момент, поэтому я выйду из дома, когда мы уже соберемся и все вам расскажу. Это Джинсик так радуется, что мы едем опять в путешествие! Вот такой радостный Джинсик! Собирай свои вещи, Джинс, тащи кровать свою! Все, друзья, мы едем, сейчас быстро перекусили. Едем мы в этот раз на два дня, но уже с ночевкой. Сейчас, сегодня мы едем в сторону Кутаиси, там крутые есть каньоны всякие, вот, например, каньон Акации, где ты гуляешь на подвесном шатающем мостике, шатающемся над пропастью мостике, на высоте семидесятиэтажного дома. Вот такое вот у нас сегодня экстремальное развлечение намечается. Потом мы в Кутаиси остаемся, и завтра едем, не помню, как уже называется, в общем, завтра вам и расскажу, куда мы потом поедем. Вот, пока такие планы, надеюсь, мы успеем, потому что уже без 15.2, в 6, в принципе, уже темнеет, нам ехать часа 3, я хочу хотя бы что-то увидеть при свете дня, а не в ночи бродить по каким-то каньонам. Вот, самое важное, взяли это... Нет, это не Дживс, не думайте, что Дживс тут самое важное, самое важное это... О, вот запихала. Книжки. Естественно, я взяла Керуака, который мой уже привычный спутник в путешествиях по Грузии, но эта книга рассказывает о его борьбе с алкоголизмом, и, честно говоря, не особо мне эта тема внушает доверие, поэтому все-таки доверяй, но проверяй. Я решила взять на подстраховку, так сказать, книг. Вот главная замена Керуаку, если мне не будет нравиться, это Густав Майринг Голем. Я думаю, тем более, что мы едем с ночевкой, вечером особо там, я думаю, нечего будет делать, шататься негде будет, и поэтому в ночи будем читать Майринга, или там в темной машине. Будет довольно жутко, тем более, что я его как раз давно хотела уже почитать. Дальше взяла Павича, но чисто для того, чтобы его пофоткать, мне кажется, такая обложка будет красиво смотреться на фотографиях, и взяла Парека. Тоже, так сказать, чтобы пофотографировать. Я больше, чем уверена, что мне эта книга понравится, поэтому фотки, в общем, пригодятся в итоге. Все, запаслись книжками, одежками, едем. Все, что я пишу, складывается в одну большую сагу, вроде прустовской, с тем отличием, что мои воспоминания зафиксированы на бегу, а не через много лет больны в постели. Забавно, да? Я в этом году влюбилась как в сагу, получается, керуака, так и в сагу просто. Нам сейчас еще, кстати, на бегу, в дороге нужно будет забронировать какой-то номер в отеле, в Кутаиси, где можно брать собак с собой. Иначе как бы мы останемся в Кутаиси ночью без дома, без пристанища. Я очень надеюсь, что мы сейчас что-нибудь найдем, потому что это опасно. Смотрите, уже какие деревья желтые, поля какие все сухие. Уже все, осень, близимся к зиме. Кстати, вот эта песня, это самое лучшее вообще, что было придумано в этом мире. И клип посмотрите обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот почему я не люблю путешествовать, когда солнечная погода. Ожидание, реальность. Нашли подходящий альбом под наше путешествие. Сегодня 3 октября. Будем слушать песни для октября. Так, в общем, как оказалось, этот каньон Акации, это цивильное место, в которое надо покупать билет. Потом, я так понимаю, ты гуськом со всеми туристами. Ну, если бы их было много, сейчас я думаю, их вообще нету, но тем не менее, гуськом идешь 3,5 километра куда-то, потом идешь 350 метров по... Ой, сейчас тут покачусь на камнях... По мосту. Потом обратно 3,5 километра. Я в среднем на такую дорогу... Ого! Здесь еще как-то надо не покатиться с камерой в руках. В среднем на такую дорогу уходит там час или 40 минут. Я не очень люблю, когда так, знаете, все туристично, когда тебе надо ходить только там, где тебе сказали ходить. Я люблю больше дикие места, вот как примерно такие, где мы еле спустились на этих камнях. Вот, и он оказался уже закрыт. Может, мы завтра по пути обратно зайдем в этот каньон Акации. Все-таки этот мостик подвесной на высоте 70-этажного дома не дает мне покоя. Чуть дальше водопад Акации, он закрыт, тоже цивильное место, где надо покупать билеты. Но за что я люблю грузинов, мы встретили какого-то мужчину пожилого, поболтали с ним, и он нам разрешил, ну, я так понимаю, бесплатно пройти пофотографировать. Так что идем к водопаду, красотень. Сегодня какой-то очень такой сумбурный день. Поздно выехали, в 2 часа дня. Долго собирались, на нервах, ничего особо не увидели, нигде не останавливались. Солнце мешало снимать, поэтому не самый, конечно, хороший в плане туризма день. Но завтра, я надеюсь, мы наверстаем. Все, слишком долго болтаю. Вот в плане чтения, кстати, хороший день. Я прочла уже 70 страниц. Ну, понятно, 4 часа ехал. Уже слышно. Ага, тут даже видно отсюда. На камере тоже хорошо. Тут какие-то домики строят, прям рядом с водопадом. Я бы не отказалась тебе такой прикупить. Ой, ой, кто не может перепрыгнуть. Вот, видите, вот та дорожка, лесенка. Она, я так понимаю, платная. И вот здесь смотровая площадка, прям перед нами. Вот она платная, стоит 17 лари. Это прям дофига, если честно. А нас пустили, вот здесь частная территория, чуть сзади этой смотровой. Ну, в общем, мне кажется, разница прям не слишком колоссальная. Джипс решил строить нам здесь дом. Я выбрал место, очень хорошее. Давайте, начинаем. Здесь должны были быть умиротворяющие звуки природы. Но там слева пирушка с шашлычками. И русским рэпчиком, так что... Почирикай. Чик-чирик. Чик-чирик, я буду цикадами. А вот и умиротворяющие звуки природы. Может, поставить ручку. Мини-водопад. Это бесплатный водопад. Вот здесь ворота дноплатный. А вот для тех, кто не хочет платить 17 лари. Чуть-чуть дальше, да? Джипсик сливается с камнями. Только не бутыхнись в воду, я тебя прошу. Джипсичек, тебе интересно? Ну, я с ним немножко. Куда меня завели? Возьми его, он куда-то хочет пойти. Иди сюда. Иди ко мне. Ой, 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 молодец. Горный козлик. Я тебе говорю, это можно уже видео снимать, как-то чудо. Туп. Туп. Ты поплавал, зайчик? Ну, поплавал. Ну, что ты переживаешь? Я не знаю, почему за водопады берут 17 лари, а сюда бесплатно. Мы здесь так отлично провели время, если честно. Так насмеялись. Потому что здесь можно пройти, и здесь можно пройти. И мы с Ваней, а там в середине, как, ну, речка, мы с Ваней оказались разлучены. Передавали друг другу камеры, намочили себе все кроссовки. Друг друга там за руки по камням переправляли через речку. В итоге вот тут один парень у нас немножко недопрыгнул и промок сзади полностью. Хочет, видимо, и перед тоже намочить для, так сказать, баланса. Вот. В общем, посмеялись, отличное место. Мне здесь очень нравится. Прям такой шум ручья. Сейчас еще я с камерой упаду, будет вообще смешно. Так, и мне кажется, здесь самое подходящее место для того, чтобы рассказать вам о книжке под шум воды. Прочла я 70 страниц. Сейчас вам покажу, сколько это. Секундочку. Вот, прочла я 70 страниц. Это почти половина книги. И у этой книги тоже совсем другое настроение. Если в дороге это, допустим, когда тебе 20, ты веселый, полон надежд, с оптимизмом смотришь на жизнь. Ну, все, он уже будет осторожным. Ругает тебя. Что ты меня, от меня ушел и не помогаешь мне спуститься? Вот так тебе. Ну да, он уже намок, теперь боится. Он уже опыт приобрел, так сказать. Если бродяги Дхармы, у нее такое настроение, когда тебе 30, и тебе уже надоело прожигать жизнь, ты этим присытился, и как-то хочешь пойти к истине, понять эту жизнь, тебя тянет к философии и к серьезности какой-то. То вот Биг Сур, это когда тебе 40, и ты уже разочарован во всем, тебя уже жизнь помотала. И у этой книги такое гнетущее настроение, потому что здесь Керуак рассказывает о том периоде, когда он прославился после своего романа в дороге. И очень долго был алкоголиком, и ему это все, в общем, надоело, и он падал в какую-то вообще пучину какой-то депрессии и пытался из нее вылезти. Но, я так понимаю, по настроению книжки довольно безуспешно. Вот, ее надо читать ночью, она такая мрачная очень, полная меланхолии, какого-то самокопания. Но мне все равно очень нравится, Керуак меня не подвел, так что вечером буду читать в отеле. Ммм, предвкушаю уже! Ай, какие красивые у меня парни! Прям не могу! У нас же интернет пройдет! А меня кто перенесет? Эй! Я тут застряла! Пока! Джифсик намочил попу, и ему поэтому здесь очень не понравилось. Бежит, аж пятки сверкают отсюда. Не люблю мыть попу. Особенно в такой холодный. Бл-бл-бл-бл-бл. Нет, так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я самая настоящая клуша, потому что уронила смывку для макияжа, прошу заметить, практически полную, новую И разломала крышку, она разлетелась просто на мелкие щепки И теперь у меня смывка для макияжа без крышки И вероятно, весь следующий день я проведу с этой смывкой для макияжа в руках Буду вот так вот нести ее перед собой, как олимпийский огонь Гордо, чтобы ничего не пролилось, нигде не вылилось Обидно, конечно, смывка не дешевая Я не готова с ней расстаться из-за такого пустяка А во-вторых, я забыла сухой шампунь И это прям главная трагедия в путешествии Потому что завтра утром у меня будет вообще какой-то кошмар на голове И испорченное настроение из-за этого Кстати, сейчас цены в отелях, я просто в шоке, какие Чуть ли не бесплатно разрешают там проживать, лишь бы ты только приехал Потому что я зашла на букинг и я привыкла, в принципе, там видеть цены Допустим, 50 евро за ночь, еще что-нибудь Естественно, конечно, не сравниваем Кутаиси, Грузию и Париж, например Или там Вену Но все равно как-то вот привычно было видеть такие цифры всегда И я уже готовилась, когда заходишь в букинг, у тебя включается внутренний бухгалтер Который подсчитывает внимательно и кривится с каждой цифрой все больше и больше А здесь зашла на букинг и даже не поняла, что это такое Действительно, прям есть, например, 8 евро за ночь Можно просто это походу дешевле, чем квартиру снимать Можно просто жить в отеле, где еще за тебя убирать будут Вот, надо посмотреть, может в Тбилиси тоже такие цены на отель Мы тогда с квартиры съедем Вот, ну конечно, там соответствующий все-таки отель, ремонт, все дела, удобство Но тем не менее, как бы, когда вы видели цены, 8 евро Еееей, моя прелесть у меня А Джифсика прелесть Вот Клянчит стоит уже 10 минут Джифсик, потом сядем с Ваней кушать и мы тебе дадим Ужин готов Доброе утро, друзья Мы проспали Ну как проспали? Мы проспали в странное время, в которое я хотел встать Ваня Он хотел встать в 6.30 Я говорю, Ваня, мы на самолет не опаздываем, что в 6.30, наш выходной для отдыха день Говорит, нет, я встану в 6.30 Завел будильник на 6.30 и выключил его в 7.40 Так что, сейчас мы уже выезжаем Я запухшая, ужас просто какой-то Вообще, всю ночь не спала Мы решили не открывать окна, чтобы не налетели комары И от которых я потом всю ночь не сплю В итоге было настолько жарко, что я всю ночь не спала Отличная альтернатива Вот, и будем выезжать Сейчас самое главное найти кофе Потому что я все еще на автомате и не понимаю, что происходит Ой, забыла вам сказать, куда мы едем К кофе Мы едем в Гомис-Мута 15 раз Ваня переспрашивала Да, я сам не особо, я не могу запомнить тяжело Вот Там очень красиво, это где-то на огромнейшей высоте И вся фишка в том, что там ты прям как на облаках И там все такое в дымке этой облачной Очень красиво, по крайней мере по фотографиям Вот мы начали подъем в гору по Серпантину Я так понимаю, мы вот на пути к нашему месту назначения Нам осталось два с половиной часа по Серпантину Мы встретились не через два с половиной часа, а чуть пораньше Я вот вышла показать вам красоту Вот только начали подъем, а уже видите, здесь Прям как в этом, в каком-то вулкане В такой выемке в котловании облака Очень красиво Ого Хе-хе И коровка внизу пасется Где? Я не вижу О, коровка Приблизим Слушайте, тут целые американские горки Мы едем минут 15 Меня уже аж затошнило и голова закружилась Самый настоящий серпантин И сумка в багажнике по всему этому есть Короче, вот тебе и уй Джипсик перевернулся в своем доме Теперь он отказывается в чем сидеть Я бы тоже на его месте отказалась, если честно Будет теперь нашим штурманом Это уже стабилизатор Иван Ребята, тут красотища невероятная Конечно, вот эти огрызки домов, они портят весь пейзаж Но просто посмотрите Такой простой он все время Кстати, что забавно, купила тренч Взяла его такая счастливая сюда, чтобы в нем пофоткаться А мне не сняли магнит с него Я теперь хожу, перед всеми прикрываю магнит рукой И на фотках это делаю Подумают, что я сперла плащ А потом пришла снимать с него клипс Прочла я книжку 120 страниц уже По тем камням, где мы ехали Последний час, вообще невозможно было читать Хоть я и нормально переношу машину Длительные поездки, качки У меня нормальный вестибулярный аппарат Но даже меня укачало Я просто поняла, что глаза очень заболят читать Там просто вот так вот все трясет 120 страниц У меня есть обратный путь в 6 часов Так что книжку я это точно дочитаю И настроение в принципе сохраняется Здесь Керуак уже известный У него куча денег О нем пишут в газетах Всякие битники молодые Выламывают двери в его доме Чтобы посмотреть на него И от этого его жизнь В общем-то лучше, к сожалению, не стала Он скатывается в пучину алкоголизма Депрессии И пытается найти путь обратно Но, как видно по повествованию Вполне безуспешно И у книги такое, знаете Гнетущее, что ли, настроение Особенно на контрасте с его предыдущими Более оптимистичными Такими полными любви к жизни Работам На контрасте с работами Вот А здесь, кстати, задыхаешься Дышка Большая высота Я вот поговорила и прям задыхаюсь Так что много о книге говорить не буду Сейчас, может, немножко посидим, почитаем Как раз тут гости выключили музыку Поэтому такая приятная тишина Хочется прям сидеть и читать Смотрите, какой Ваня красивый Ой, какая красота Привет! Привет, Джисик! Нравится тебе здесь, да, зайка? Нравится тебе Здесь нравится, что он все время во всех книгах пишет, что он ест Ужин Картошка в фольге, запеченная на огне Кофе и ломтик колбасного фарша Поджаренная на палочке С яблочным соусом и сыром Попа замерзла О, у меня походу все грязное Да? Круто У меня чистая попа Покажи попу Мокрый? Да И с грязными пятнами Пятнами какими-то У меня есть штанишки Джинсики мои хочешь? У меня есть две пары штанишек В штанишках не хочется Остановились набрать водички Вкусной Этой можно пожертвовать Надеюсь, никто не едет Ой, а как ты туда доберешься? Аккуратно Аккуратно Ааа, там может быть скользко Аккуратно Хорошо, что Дживса Сейчас с нами нету Он бы искупался опять Субтитры сделал DimaTorzok С каждой поездки И с каждого красивого места Где мы бываем Я привожу такие сувениры В своих книжках Вот С этого прекраснейшего места Я привезу такой прекрасный Лиловый цветок Если бы я знала, как он называется Я бы вам сказала Перед 4-х часовой дорогой домой Стоит подкрепиться Основательно Давай, я в тебя верю Ваня Versus the machine Вечно мы боремся с едой То с кукурузой, то с колбасой Вау-ху-ху-ху-ху Все, друзья, мы приехали Очень устали Все-таки сегодня очень долго мы сидели И оказывается от длительного сидения На одном месте И практически в одной поезд Тоже можно устать Вот Но я дочитала книжку Это хорошие новости И очень гнетущее, конечно, впечатление Она производит Это Ее можно даже советовать Знаете, в подборках К Хэллоуину Потому что алкоголизм Это действительно очень страшно А белая горячка Которую здесь описывает Керуак Это прям, ну Жуть Жутко, если честно И он ее здесь описывает Как один из самых худших И страшных дней В своей жизни И действительно Это очень страшно Очень пробирает Эта книга Как такой вот Уже пессимистичный Да, такой итог Его разгульного образа жизни Поэтому, в принципе Начинать с нее не следует Ею скорее стоит заканчивать Вот эти оптимистичные Или духовные Какие-то поиски В первых всех его работах Вот Но Я уже заказала себе Три книги на озоне Керуака Те книги, которых я не нашла На озоне Я заказала в Украине Чтобы дома Они у меня В Прок В общем, лежали И, конечно же С Керуаком Я свое Свои отношения Не прекращу Пока не прочитаю Все его книги Что ты от меня хочешь? Все, друзья Я пойду отдыхать Пойду в душ Очень устала Надеюсь, вам понравилось Это видео Надеюсь, вам нравится С нами ездить И стоит продолжать Хочу на кровать к тебе Давай, бери меня И стоит продолжать Такие видео дальше Поставьте лайк Мне будет очень приятно Спасибо огромное Всем за просмотр Пока Я пошла К этому Надоедливому парню Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok